Так и сказала? Ну, конечно. Вы вообще где сидите? В подвале юбки шьете? Или вы Роспотребнадзор? Множество примеров, когда элементарное проявление своей воли кардинально меняло исход разных ситуаций, и происходили настоящие чудеса. Вольный – это именно тот, кто проявляет свою волю. Вас не допускают в школу. Вам мозги пудрят. Мне не запудришь. У меня нет оснований идти и проходить этот тест. Женщина в скафандре. Надо взять мазок. Я говорю, ага, здрасте, а вы что так нарядились? Я говорю, бумагу. Я говорю, подождите. А она дар-дар-дар-дар и убежала. Нифига ты ее послала грамотно. Нет, мои дорогие, давайте будем действовать в рамках закона. Как надо? А кто сказал, что надо? А почему надо? Ну как? Вам разве самим неинтересно сдать анализы, посмотреть? Мою порцию себе заберите, намажьте себе там что-нибудь. Пойдемте к заведующей. Я говорю, суд довольствия. Они, ну вот написано на весь класс. Я говорю, на заборе тоже много чего написано. Запрещаю вам нарушать мою волю. И они мне несколько раз. Так вам, говорит, не нужна справка. Мне вот она на хрена. Они тебе навязали своей волей. А что это я должна ходить? Вам надо, вы идите. А до тех пор у вас нет оснований его не пускать в школу. Все. Вот впервые мне человек сказал то же самое, что я всем говорю. А что ты им сказал? Я говорю, я им сказал благодарствую. Они говорят, ты что, псих? Смотри, непройденные уроки повторяют. Она тебя так развела, что навязала свою волю. Для какой цели у 600 детей взяли генетический материал? Нет такого обучения, я говорю, как нет? Вчера было, сегодня нет? И думаю, дай попробую последний вариант. А я хочу, чтобы паспорт остался у меня. Она забыла про все законы. Хотите, чтобы я ребенка куда-то отвела? Что-то там с ним сделала. Завтра вы придумаете, чтобы я ему ногу отрезала. Всем привет. Видео длинное, но очень интересное. Разбил на две части. Что такое воля и как правильно проявлять свою волю? Говорят, будьте осторожны в своих желаниях, они могут исполниться. Проще всего сформулировать негативное желание, пожелать что-то плохое. У вас когда-нибудь при просмотре телевизора возникали мысли наподобие «Да чтоб ты был здоров» или «Да чтоб у тебя отросла заново отцовшая рука» или «А политики-то оказывается все как на подбор, красивые и хорошие люди». Скорее наоборот, телевизор в основном вызывает негативные эмоции, мысли и высказывания, а самое главное – страх и негативные пожелания. А ведь от наших мыслей и слов много что зависит в этом мире. Не зря говорят мысли материальные, а слова тем более. Каждое слово имеет значение. Два года назад я сделал для себя открытие. Оказалось, что странное слово «ходотайство» означает официальную, публичную просьбу. Следуя логике, любая просьба может быть отклонена без пояснения причин отказа. Образ слова «прошу» – это нищий с протянутой рукой. С тех пор я везде использовал слово «требую». Но сегодня я сделал новое для себя открытие. Оказывается, слово «требую» означает просить настоятельно. Образ слова «требую» нищий ходит и перестает ко всем с протянутой рукой. Вот и выходит, что если в так называемых судах заявлять о датайстве или использовать слово «прошу» или «требую», то, по сути, такое обращение скорее является выпрашиванием, неявно выраженным желанием или проявлением воли. Что такое воля? При устройстве на работу от слова «раб» заключается контракт или договор с подписью. Вы «подписываетесь» под всеми обязательствами и правами, написанными выше. То есть ограничиваете себя, связываете с работодателем определенными отношениями. То есть ограничиваете себя в проявлении своей воли. Отсюда слово «уволить», «отпустить на волю», «перестать ограничивать волю». Увольнение происходит, как правило, по собственному желанию, по доброй воле. Вспоминаем, кому нужна подпись на контракте, желательно кровью, чтобы подписант исполнял чужую волю, допустим, директора. Делал то, что ему не нравится, не по душе, иногда кривил душой, продавал свою душу за деньги. Смотрите поясняющее видео, короткое, «Почему продажников называют продажниками». Здравствуйте. Слушаю. Меня зовут Лина, я представляю компанию «Грант». Как могу к вам обращаться? Что за компания такая? Это Международный аналитический центр. Как вас зовут? А что вы хотели? Я хочу пообщаться с вами на тему дополнительного дохода. Пару минут можете удивить? А вас как зовут? Меня Лина зовут. Лина? А вам бы понравилось, если бы вам звонили с подобными предложениями днем и ночью? В смысле и днем и ночью? Не, ну вам бы понравилось? Я вам днем и ночью звоню. Да нет, я вообще говорю. Нет, мне не понравилось. Не понравилось, да? Я вам днем звоню. То есть вы занимаетесь тем, что вам самой не нравится? Нет, я занимаюсь тем, что мне нравится. Но я же вам не ночью звоню. А вам деньги за это платят? Конечно, это моя работа. То есть вы где, а вы еще где-то расписывались, да? Что за допрос, объясните. Я вам хочу пояснить, чем вы занимаетесь. Вы занимаетесь тем, что вам самой не нравится. То есть вы кривите душой. Плюс вам за это деньги платят. И вы где-то поставили подпись. Так вот, вы за деньги кривите душой и при этом получаете деньги за это. А теперь подумайте, кому нужна ваша подпись. Богу ваша подпись не нужна. Подумали? Я вам совсем по другому поводу позвонила. Я вас вообще не понимаю, что вы от меня хотите. Это я не понимаю. На каком основании вы мне звоните вообще? Я вам давал добро мне звонить? Откуда у вас мой телефон? Ваш номер телефона нам предоставили в партнерсинговой отделе. Да это вообще не важно. Если вам нравится кривить душой за деньги и переставить где-то при этом подпись, то есть на контракте каком-то. Это ваше дело. Не надо мне звонить и мне предлагать какие-то коммерческие услуги. Всего доброго. Благодарствую. Это записи реальных телефонных разговоров. Вывод прост. Творцу подпись не нужна. Он и так все знает. Творец даровал свободу воли, свободу выбора. Любой выбор – это выбор выбирающего. Подарив дар, Творец ждет от нас. Когда же мы проявим этот дар? И не просто сделаем выбор, но и проявляем его своими словами или действиями. Как отказываются от воли? Вспоминаем выборы. Выбирается тот, кто за вас будет делать выбор и принимать решения, которые вас потом будут пытаться обязать выполнять. Получается добровольный отказ от воли. Обычно тот, кто приходит на выборы, заявляет, что он хочет проголосовать, отдать свой голос, перепоручить право голоса, выбрать представителя, опекуна. Слово «бюллетень» на английском языке пишется как «bullet in». Делим на два слова «bullet in» и смотрим картинки в интернете. Ну или подобные картинки. Переводится как «пуля внутрь». На выборах отдается право голоса письменно. Вспоминаем, кому нужна подпись. Через документ, бюллетень, пуля внутрь. В полном одиночестве, в кабинке, где никто не принуждает и никто не угрожает. Никто не мешает сделать выбор. То есть добровольно. После чего проявленная воля на бумаге выбрасывается в урну, получается какой-то ритуал по добровольному самоубийству, собственной воле и передаче права голоса и права выбора другому через подпись и галочку в документах. Обычно на выборы ходят те, кто говорит «А что я могу сделать? От меня ничего не зависит». Логично. То же самое происходит с масками. Главная их цель – это частично скрыть лицо, отнять право свободно дышать и частично отнять право голоса, подавить волю. А что с теми, кто не ходит на выборы и не носит маски? Как самостоятельно проявлять свою волю? Дар, дарованный Творцом. Все просто, через простые слова «Я хочу». Посмотрите фильм «Ослепленный желаниями» комедия 2000 года. Там четко описан механизм проявления воли и формирования желаний через два слова «Я хочу». В фильме выполняется любое желание, произнесенное вслух со словами «Я хочу». Без этих слов никак. Главный герой, подписав контракт, вспоминаем, кому нужна подпись, загадывает шесть из семи желаний для удовлетворения собственных амбиций в угоду себе. А последнее седьмое желание загадывает в пользу другого человека и тем самым спасает свою душу. И контракт аннулируется. Воля заявления «Я хочу» Проще сформулировать то, чего не хочешь, нежели то, чего на самом деле хочешь. В школе, в университетах и на работе учат и навязывают свой выбор, свои воли. Учи именно то, что хочет учитель, и делай именно то, что хочет директор. Вспоминай, часто ли произносишь слова «Я хочу». Все привыкли ссылаться на законы и правила, придуманные другими. Вы где-нибудь подписывались, что добровольно обязуетесь соблюдать все это? Вспоминаем, кому нужна подпись. Нужны примеры проявления воли? За последние два месяца мне поведали множество примеров, когда элементарное проявление своей воли кардинально меняло исход разных ситуаций и происходили настоящие чудеса. Примеров очень много, и все они связаны с устными или письменными, без подписи, проявлениями своей воли через слова «Я хочу» или подобные. Вольный – это именно тот, кто проявляет свою волю. Далее слушаем реальные примеры воли изъявлений, то есть воля изъяви или проявленный выбор. Со словами «Я хочу». Алло, Алло, да. Здравствуйте. Да, 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 здравствуйте. Ну, что это? Как? Вас не допускают в школу завтра, что тест не сдавали. Кто? Кто не допускает? Ну, медик. Кто? Так, а это... Ну, да как она не допускает-то основания-то какие? Что, она что-то написала или что? Да, не... Ну, мне написала, что вот кто не допущен. Нет. Ну, всех обзваниваю. Сейчас, я поняла. Вы у нее попросите, скажите, пусть она мне официальный документ пишет. Я по СМС-кам вот... Я вот по этой... Я сижу, жду, когда мне дадут какой-нибудь документ официальный. Мне никто не дает. Поэтому, раз мне никто не дает, то я что должна бегать-то? Как мне кто-то что-то даст, так и я буду что-то делать. Я вас понимаю. Все понимаю, с вас спрашивают. Давайте вот с вами договоримся. Что... Вот вы мне сказали на словах. Хорошо, на словах вы мне сказали, но на словах я не понимаю. Мне надо бумажку. Пусть дают мне бумажку. Ну, хорошо сейчас. Да и вообще, я же на территории школы запретила как медицинскую деятельность. Единственное, что я, например, могу сделать, и то, опять же, приказ, да? То, что приказ по школе был или не было? Конечно. Вот. Мне нужен приказ по школе. О том, что у нас было там такое-то, такое-то, на основании чего мы учились там на дистанционном обучении. Потом, например, в этом приказе или где-то должно быть указано, что такому-то ребенку на основании того-то, того-то надо пройти там обследование на тест COVID-19. То есть основание. Не просто так, вот, как мне тоже звонят, вот, говорят, вы пройдите. Я говорю, так я пройду. Мне бумажку дайте на основании чего. Есть СанПИН-15, есть СанПИН-16. Основания, когда делаются. Делаются. То есть там идет от Роспотребнадзора предписание. Вот. Предписания нет. Поэтому, что я буду просто так? Ну, предписание пришло на школу. Ну, так на школу. И на основании этого создан приказ. Я поняла, предписание пришло на школу. Ну, не на конкретного человека. СанПИН-15 четко написано. Ну, он же обучается в школе. Да я так понимаю. Я все понимаю. Вам мозги пудрят. Мне не запудришь. Я знаю нормы, право. Поэтому вот прежде чем, как бы, с меня что-то просить, надо мне что-то дать. Вот. Пока у меня на руках ничего нет, я и вам ничего предоставить не могу. Поэтому, вот, я не знаю. Вот вы с директором лучше поговорить. Это, во-первых. Потому что на территории школы я запретила... Так в сказе должен прописан быть именно... Ну... Не клад, что ли? Вообще-то, вот смотрите, на вас опять вешают не вашу работу. Вот вы даже не разбираетесь в этих медицинских всяких вот... Ну, это понятно, но я что сделаю? Ну, так вы так и скажите, скажите. Я вот не понимаю. Вот вы прислали, кто не допущен. Вот я и к вам обращаюсь, говорю вам. Вот, вот. Я вам сейчас рассказываю, как вам надо поступить. Вам нужно подойти и сказать... Я на больничном. А, я на больничном. Вы еще не вышли. Да. А это... Ну, тем более... Я еще всю эту неделю буду на больничном. Так вот. Видите, все на словах. Вот, все на словах. Я вот поэтому и говорю, что каждый должен заниматься своим делом. Вы должны учить медик, лечить. А вас, на вас, видите, вешают. Тем более вы еще и на больничном. А на вас еще и вешают какую-то непонятную работу. Пусть, вот, я завтра приду в школу. Я не знаю. Пусть они там пишут, я не знаю, отстранение, приказ. То есть пусть мне дают какую-то бумагу. Ну, то есть тем, что... Потому что просто на... Как это? У меня нет оснований идти и проходить этот тест. То есть либо пусть дают официальный какой-то документ. Либо как бы, ну, у меня нет оснований не ходить в школу ребенку. И вообще на территории школы я запретила медицинские все эксперименты. Я же уже написала в прошлом году, что я от медика отказалась на территории школы. Единственное, что я могу сделать, это принести справку, что он здоров. Все. Без прохождения всяких тестов. Вот это я могу сделать. Хорошо. Ладно. Так что вы меня тоже поймите правильно. Я вас тоже понимаю. Поэтому вам лучше сказать, что как бы я в этом не разбираюсь. Я это не понимаю. Я ей сказала. Она мне... Валите все на меня. Все прям. Говорите, что вот она мне там грузит какими-то санитарными там правилами, нормами. Я не понимаю в этом ничего. Вот так вот. Хорошо? Хорошо. И все. Так что вы не переживайте. Скажите, что вы в этом не понимаете и не разбираетесь. Я сказать сказала, но она требует официальные документы. Все. Ладно? Хорошо. Все. Спасибо. Ладно. Даня, выздоравливайтесь. Спасибо. В общем, сначала школу посадили на... Ну как? Посадили на карантин, на... Типа на... По ковиду. В школу? Да, в школу, в школу. У меня ребенок ходит в школу. Учительница пишет сначала всякие смс-ки там в группе, в вайбере, что вот так, мол, и так у нас школа уходит на карантин по ковид-заболеванию. Все, дети в школу не приходят. Я, значит, недолго думаю, иду к директору. Ну, говорю, здравствуйте, там так и так. Я говорю, вот все уходят на... куда? Она говорит, на дистант. Я говорю, я не знаю такого образования. Давайте придет учиться. Нет. Я говорю, ну ладно. Значит, обратилась к... Мы с ней составили волеизъявление. Ну, типа такого же, как она составила своему... А я же настаиваю со своим директором о том, что я против цифровизации, против всяких этих дистанционных в этих электронных журналах и так далее, что моему ребенку сделайте, пожалуйста, образование такое хорошее, где вот визуализация, социализация и так далее. И нигде не регистрировать, нигде у меня ребенок не проходит никакие вот эти вот зумы, скайпы и так далее. Ну и значит, то есть и то хино, как бы волеизъявление, не совсем, так скажем, мне подходит. Но я в любом случае его составила, думала, отнесу. Ладно, уж что делать? Думаю, так, как-нибудь, как-то так. А у самой душа, ты понимаешь, не лежит к этому волеизъявлению. Я думаю, ну что же мне делать? Да ладно, думаю, что я бегу вперед с паровоза, сейчас закончится вот это вот, сколько у них там, 14 дней. И пойду, ну, отправлю ребенка в школу, и что будет. На какой-то там день приходит ко мне женщина в скафандре. Открываю дверь, она мне водка, надо взять мазок. Я говорю, ага, здрасте, а вы что так нарядились, все хотели? Она, мазок. Я говорю, бумагу. Она, у меня ничего нет. Я говорю, подождите. А она, дыр-дыр-дыр-дыр, и убежала. Не стала там на разговоре. Видео надо включать, видео. Да блин, ну, вот не успеваю я, понимаешь, что? Ну как не успеваешь? Что у меня там, кто мной там дыгал, я не знаю. И все, и все, она убежала, да? Она все, тар-тыр-тыры, ускакала. Ладно, думаю. Потом на следующий, на следующий или когда? Звонит мне другой, уже парень. У меня все эти, телефонные разговоры записаны, вон. Алло, подождите, я не слышу еще раз. Кто вы? Это фельдшер с поликлиники. Слышите? Фельдшер с поликлиники? С какой поликлиники? Как ваша фамилия? Угу. Так. Дальше. Что именно вы хотели? Вы куда я звонил, правильно? Правильно. Что дальше? Надо взять мазочек. Ага. Кто сказал? Вы на самоизоляции сейчас находитесь? Нет. По поводу, по какому? Вы в какую школу ходите? Мы? Ваш класс на карантин не закрыт? Ну, мы на дистанционном учимся. Да. Теперь у всех детей берется мазочек. Почему вас перевели на дистанционное обучение? А я не знаю, мне не сказали. Ну, потому что в школе у кого-то нашли ковид. Поэтому вас отправили на дистанционное обучение. Ага. И у всех детей, не только у вашего ребенка, абсолютно у всех, у всего класса, взяли мазочек. И вы остались. Надо у вас взять, чтобы потом не было проблем в вашу школе. Ага. А почему они у нас должны быть? Ну, потому что вы были в контакте с ковидом. Мы не были в контакте с ковидом. Ну, почему закрыли ваш класс? Ну, так я не знаю, может, вы мне скажете. Есть какой-то документ или что? Я не знаю. Нет, понимаете, вы сейчас, если откажетесь, вам все равно потом придется выдавать мазок. А сейчас мы приедем и возьмем. Подождите, хорошо. У вас какой-то документ есть, чтобы вот я посмотрела, что там написано? Вот вы приедете. А что вы хотите увидеть? Что вы хотите увидеть? Ну, кто отправляет, по какому основанию. Вот такое вот. То есть что, от Роспотребнадзора предписание для моего сына есть. Вот такой документ меня интересует. Есть? Нет такого документа. Да какое тогда у меня основание что-то там делать ребенку? Я понять не могу. Вот я просто не могу понять вот этого. Если есть предписание, по Санпину написано, в Санпине номер 15, да, там написано, делается на основании того-то, того-то. Есть основание? Скажите, пожалуйста. Ну, зачем все усложнять? Я не могу понять. В смысле усложнять? Я ничего не усложняю. Я просто хочу документ. Ну, если мы будем возить вот это предписание каждому, ну, все родители понимают, и все без проблем. Ну, подождите. Нет, мои дорогие. Давайте будем действовать в рамках закона. Что значит все понимают? Что понимают? Вы мне дайте бумажку. Я с ней ознакомлюсь, а потом приму решение. Как-то вы что-то несерьезно. Вы дома находитесь? Ну, нет, конечно, я на работе. А кто-нибудь из родственных есть дома? Так нет никого. Никого нет. Вы когда будете дома? Ну, после работы. Ну, рабочий день. Это сколько? Ну, когда нам привезти вам эту бумажку? То есть там прям предписание Роспотребнадзора. Правильно я вас понимаю? Да, 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 да. Ага. Где она есть вообще? Я вам говорю, вы когда будете дома? Пришлите мне ее, пожалуйста. Можете мне ее прислать сканом на электронную почту? Я распечатаю, почитаю. Пока ознакомлюсь и до вечера приму решение, вам позвоню. Нет, никто этим заниматься не будет. И на электронную почту никто не будет вам делать. Я говорю, я могу вам привезти домой. Я на вызывах просто, понимаете? Я не в поликлинике нахожусь. Я до вечера буду кататься на вызывах. Мне передали вас, чтобы я к вам съездил, мазочек взял. Я заранее вам позвонил перед этим. Я понимаю, я все понимаю. Я прекрасно понимаю всю вашу. Вам нужно это сделать? Я все понимаю. Я просто хочу, чтобы это было как бы, ну, по каким-то там законодательным, нормативным. Вам, ради самим неинтересно, вы ребенку приедут, возьмут мазочек, вы узнаете результаты, понимаете? Я не понимаю вообще. Мне для начала надо сначала ознакомиться. Ну, все, хорошо, хорошо. Вы можете мне его в почтовый ящик положить? Хорошо, хорошо. Я старшим передам, пускай они вам вносят. Ну, хорошо, все. Спасибо большое. Парень звонит. Я, говорит, фельдшер. А я дурочку включила и говорю, какой такой фельдшер? Ну, вот в больнице. Я говорю, ну, представляйся. Он мне, значит, говорит. Я говорю, что хотел. Ну, вот так вот с ним разговариваю, как будто бы я такая ничего не понимаю. Он мне, вот так и так надо взять вашему ребенку. Я говорю, как надо? А кто сказал, что надо? А почему надо? А где написано? Ну, и вот так вот разговариваю. А он так искренне не понимает, почему я задаю ему такие вопросы. И он мне так искренне, ну, как? Вам разве самим не интересно сдать анализ и посмотреть? Я говорю, нет, интересно. Я говорю, ну, уже потом перестала издеваться. Говорю, значит, так, у вас бумага есть? Он говорит, нету. Я говорю, ну, так а что тогда вы от меня хотите-то? Я говорю, на заборе тоже много чего написано. И что мне теперь верить каждому? Я говорю, все, вот в ящик почтовый мне закинь, когда пойдешь. Я почитаю. Перезвоню. Ну, и все, значит. Потом вечером учительница пишет опять в группе. Так, мол, и так будем завтра выходим все в школу, будем проходить тестирование какое-то там психологическое. Я ей пишу. Никаких тестов проходить не будет. Пусть идет, отправьте его в библиотеку, пусть он там лучше книжку почитает. Она мне говорит, да, да, конечно, хорошо, отправлю. Потом звонит мне вечерком и говорит, а вас не допускают в школу. Я опять, я говорю, ну вот вы кто? Она говорит, я учительница английского языка. Я говорю, вот, пожалуйста, займитесь своим делом. Чего вот вы? Вы понимаете в этих вот нормах санкпина и так далее что-нибудь? Она говорит, нет. Я говорю, ну, только зачем вот вы на себя берете такую обязанность? Вот вы своим этим, кто вас там попросил мне позвонить, передайте, что в вашем классе есть женщина, причем они знают обо мне. Скажите, вот спрашивает норму права. Пусть они мне ее дадут. А вы, говорю, ложитесь спокойно спать и не переживайте. Ну, как в том мультике. Да-да-да. Что волнует тебя, девица-красавица? Ты не переживай. Ладно, я вас поняла с таким убитым этим голосом. Я говорю, вот вы же, говорю, сами берете на себя вот много обязательств. Ну, вам зачем оно надо-то? Чего вот вы занимаетесь ерундой-то? Вот вы что сейчас, на больничном? Она говорит, ага. Я говорю, ну так вот, идите, чай с малинкой попейте и успокойтесь. Нифига ты ее послала грамотно. Так я так с ними нормально так разговариваю всегда. Ну и все, это... Как ее... Потом, значит, она мне перезвонит через пять минут. В общем, это... Все нормально, просто надо справку об каких-то окружении. Я говорю, а, ну ладно тогда, это легкое задание. Говорю, хорошо. Справка о чем? Ну, эпид-окружение. Просто вот когда... Просто здоров, что ребенок здоров. Я говорю, ой, ну это легкое задание. Ладно, говорю, принесу я вам завтра такую справку. Исполню ваше желание. Ага. Алло, алло. Директору позвонила, она сказала, да, пускай принесу справку, что здоров. Ага, ага. И все, достаточно было, да? Хорошо. Да? Все? Все уже нормально? Да, да. Ну все, хорошо. Ага. Угу. Ладно. До свидания. Все, давайте. Спасибо. До свидания. Пошла такая я, значит, сегодня. Вот заехала с этим чудо-юдом-то поговорила. Угу. И направилась в поликлинику. В поликлинику пришла, там опять тетка с пистолетом. Намажьте руки. Я говорю, ой, вы мою порцию себе заберите, намажьте себе там что-нибудь. Ха-ха-ха. Мне, говорю, мне не надо. Дарю. Да. И все, значит, пошла в этот кабинет, ну, в регистратуре постояла, с девушкой пообщалась. Говорю, куда мне пройти, подскажите, добрая девица мне, красная девица, где это самое, отправки выдают. Она мне, значит, отправила. Прихожу туда. Ага, здрасте, здрасте. Ребенка-то с тобой привела. Эти намордницы-то, конечно же, мне одели. Ну, зашли в кабинет. Вот она, вот, так, мол, и так, я говорю, точнее, ну, я ей говорю, так, вот и так. Мне надо, вот, ребенок, вот, пожалуйста, при мне, вот, посмотрите, вот, носик, ротик, вот. Видите, какой здоровый, молодой, красивый человек. Вот, справку мне, пожалуйста. Ну, и все, и тут Остапа понесло с их стороны, они мне начали вот этот Роспотребнадзор, предписание, бла-бла-бла. В общем, здесь в кабинете с этими медсестрами мы ничего не выяснили. Она говорит, пойдемте к заведующей. Я говорю, с удовольствием. Мы, значит, спустились туда разговаривать. Ну, и все, они, значит, сидят там такие, она сразу такая молодец, она такая молодец, сразу представилась, представила ту женщину еще, которая с ней сидела в этом, ну, рядом, в кабинете, такая прямо читалась, молодец. Я, правда, не запоминаю, как их там всех зовут. Пиши аудио. Че? Аудио пиши, или еще лучше на видео записывай. Ну, вот, и тут это самое, они мне, значит, вот опять ла-ла-ла, бла-бла-бла. Я говорю, слушайте, я все понимаю, вы, пожалуйста, мне дайте какой-то документ. Я говорю, вот, там вот написано, где написано в этом постановлении Роспотребнадзора. Я говорю, что там написано? Там есть имя, фамилия моего ребенка? Нету. Я говорю, так какие тогда ко мне могут быть претензии? Они, ну, вот, написано на весь класс. Я говорю, на заборе тоже много чего написано. Ну, в общем, они мне ла-ла-ла-ла-ла, вы физическое лицо. Я говорю, так, давайте вот свои физические лица к себе принимайте, применяйте. Вы мне еще на прошлое моего волеизъявления ответ не дали. Я говорю, там все написано, поднимите архив там, почитайте. А она, вы не заботитесь о здоровье. Я говорю, я как раз-таки и забочусь. Вот, в отличие от всех вас, я как раз-таки и забочусь. Я женщина, которая вот здравомыслящая, такая вот читающая, понимающая, и к вам пришла и спрашивающая, у вас норму права. Вы мне такую норму не даете никакую, да, на что вы ссылаете. И как раз-таки она, вы не заботитесь. Я говорю, а с чего вы это взяли? Вы сейчас это придумали за меня или что? Вы живете со мной рядом, вы видите, как я общаюсь со своими детьми, вы знаете, чем, вот, да, как мы поднимаем иммунитет детям или что. Вот то, что вы мне предлагаете, мне это неинтересно. Вы мне предлагаете непонятно какие-то эксперименты ставить над своим ребенком. Вот я этого не желаю, я вам это запрещаю, я вообще, в принципе, сейчас запрещаю вам нарушать мою волю. Вот нужна справка директору школу, что ребенок здоров, вот, будьте добры, мне ее предоставьте. И ты понимаешь, что я им говорю, я женщина живая, там, живорожденная, и вот, думающая, понимающая, разбирающаяся, т-т-т-т-т-т. Они так ухмынулись, я, конечно же. Думаю, ладно, знаете, значит, молодцы. И, короче, я опять, и они мне несколько раз, так вам, говорит, не нужна справка. Они мне говорят, вам не нужна справка. А я опять, понимаешь, стою на своем. Ты-ры-ты-ры-ты-ры-ты справку. Они мне опять, вам не нужна справка. Я опять ты-ды-ды-ды-ды-ды-ды, и тут мне бах по башке. И она опять говорит, вам справка, вы же живая женщина, вам справка не нужна. Я такая, а, точно, все, я вас услышала. Алло, ты здесь? Да, я смысл не пойму. В смысле ты не поймешь? Они, между строк они говорят, вам справка не нужна. Мне, живому человеку, справка не нужна. Что, не понимаешь, что ли? Нет, поясни. Это вот как, как получилось, когда она говорила, что между строк она ей говорит, я такие документы не подписываю. Она ей опять, нет, вы подпишите, ты-ты-ты-ты-ты-ты. Она ей опять объясняет, что я не подписываю. И только потом она до нее тоже доперла, что, ну, не подписывает она документы, она не берет на себя такую ответственность. У нее есть вот этот вот халуй, который за нее это делает. И здесь они мне тоже говорят. Ну, и, ну, получается, они мне говорят, так вам справка-то не нужна. Ну, так мне-то она действительно не нужна, справка. Нужна-то она директору, понимаешь? Мне вот она на хрена. Я им сижу, доказываю, что я человек, думающий, понимающий, разбирающийся, осознанный, женщина живая, да, разумная. Они тебе, считай, что они тебе очень большое должение сделали, они тебе подсказку сдали. Я тебе про то и говорю, трижды они мне говорят, а я сижу, все равно свою твержу. И потом-то я услышала, такая, точно, все, я вас поняла, услышала. Они мне, понимаешь, сидят и говорят это. Они же впрямую мне как бы не могут. Смотри, смотри, как я вижу эту ситуацию, я, может быть, не прав, но смотри, получается, ты повелась на оферту школы, даже не школы, а вот этой системы. Они тебе навязали свою волю, типа, иди, сходи, принеси справку, понимаешь? И ты согласилась сразу. По сути, ты должна была сказать, а что это я должна ходить? Вам надо, вы идите. Идите, делайте официальный запрос в метод чуждения, где он наблюдается. И берите справку. Берите справку, что он здоровый. Вот если вы получите запрос, что у него там какие-то болезни, и они противоречат, вот тогда от вас жду официальный документ, который подписан директором, что я такая-то, сделал такой-то запрос, выяснилось, что у вашего там сына, ребенка обнаружена такая-то болезнь, которая входит в классификатор, там, хрен знает, каких-то болезней, которые запрещают посещать школу. Вот тогда и поговорим. А до тех пор у вас нет основания его не пускать в школу. Все. Ну, короче, в общем, я все равно им всем благодарна, они все молодцы, все хорошие, они меня учат. Да, да. Это все мои учителя, которые все меня учат. Вот впервые мне человек сказал то же самое, что я всем говорю. Ну, до меня это дошло, потому что... До меня это дошло еще, знаешь, когда, два года назад, когда меня... Ну, так ты молодец, еще больше, а я только сейчас вот это понимать начинал. Ну, такая... Меня даже, когда это, пытали электрошокером, это, пакет на голову одевали, били, я потом выхожу, говорю, благодарствую, захожу в камеру. Говорят, ну что... Я в камеру захожу, представляешь, там сидят люди все, они говорят, что у тебя было? Я говорю, меня пытали. А что ты им сказал? Я говорю, я им сказал благодарствую. Они говорят, ты что, псих? Я говорю, нет. Я говорю, они мне дали бесценный опыт, они меня научили. Да, опыт, да. Я согласна. Просто каждый, просто вот именно, что кто какой опыт хочет получить, тот такой и получает. Вот. Я, видимо, тебе, ну, как-то так, планировала сама, да, и я же сама пошла за этой справкой. Я сама, вот ты правильно сказал, что я сама пошла за этой справкой. Значит, я должна была с ним поговорить, и они меня должны были увидеть, и я должна была их увидеть, и мы должны были это все друг другу проговорить. Угу. Вот. И все хорошо, все нормально. В общем, получилось в любом случае так, как надо было мне, но только вот немножко я походила с ними и поговорила. Ну, а в итоге вот ты оттуда ушла? Да, вот. Они мне, значит, ла-ла-ла, физическое лицо, там, я говорю, а, Российская Федерация, я говорю, вы вот Конституцию свою откройте и почитайте, где ваша Российская Федерация находится на континентальном шельфе 200 миль от уровня моря, и физические лица – это вы. Все, ко мне это не применяйте. В общем, я запрещаю нарушать мою волю, все, значит, сделайте так, как мне надо. И, короче, развернулась и ушла. Я говорю, вы, значит, нарушайте волю моего ребенка при получении образования, они мне говорят, так вам справка не нужна. Справка? Вам не нужна справка. Я говорю, все, и ушла вообще. Села, думаю, так, ну все равно же как-то не так, все равно не по-моему, что-то надо сделать. Я говорю, что сделать? Он такой, я не знаю. Я говорю, так вот, давай тогда вот мы вот там волеизвеление-то составили. Может, говорю, тогда правда дома будешь учиться. Не пойдешь уже к этим, что они там, не знаю, что они там хотят. Ага, он говорит, ну давай, мам, так ты только туда не ходи, чего ты будешь это? Давай отправим по интернету. Я говорю, давай, мне там на почту прислала, ну вот это волеизвеление сканом. Сейчас, говорю, отправим. Я ей позвоню по телефону, скажу. Приходим, а на электронной почте нету этого скана. Я такая, да ё-моё, и звоню, она не берет. Думаю, ну значит, опять что-то не доработала я. Ага, да что же еще-то сделать? Думаю, ладно, позвоню-ка я в Роспотребнадзор. Звоню туда. Там тоже мы интересно с ней поговорили. Они мне одно да потому, одно да потому. Опять про этот же Санпин. Я говорю, хорошо, вам, говорит, приходили брать мазок? Я говорю, ну приходила какая-то нарядная. Я у нее попросила документы, она мне ничего не дала. Они мне говорят, нет, она должна была вам дать предписание о самоизоляции на 14 дней. Я говорю, ага, да. Я говорю, а теперь скажите мне, от какого дня-то самоизоляция должна была быть? От того 28-го часа, когда школа закрылась, или от того, когда она пришла брать мазок? Она мне так и не ответила на этот вопрос. Потом я говорю, хорошо, ну вот. А, мы, говорит, вообще должны сообщить в этот, в УВД, что вы нарушили режим самоизоляции. Я говорю, да? А это где такое написано-то, что мы нарушили? Вы с чего взяли-то? Вам приснилось? Она, незнание закона не освобождает от ответственности. Я говорю, хорошо, давайте так. Вы такие умные, законы все знаете. Давайте, называйте мне номер Санпина, в котором написано, что мой ребенок должен там что-то, то-то делать. Она, так я вам сейчас так не скажу. Я говорю, как это вы мне так не скажете-то? Я тогда не пойму, что вы там делаете-то. Вы вообще где сидите? В подвале юбки шьете? Или вы Роспотребнадзор? Так и сказала? Ну, конечно. Еще один человек. Они, значит... Я вам еще раз объясняю. Ну, выдержка у нее, конечно, хорошая. Ой, она там, наверное, на трансцивилизаторах сидит. Она прям мне ладом да ладом одно да потому-то говорит да говорит. Опять одно и то же скажет. Я опять вопрос задаю. Она как шарманка заведенная. Одно и то же. Ой, ну, в общем. А, я говорю, так, давайте проверяем. Вот в Санпине номер 15 я вот нашла такую-то информацию. Вы мне в какой тыкаете? В 15-й? То я вам не могу сказать. Я говорю, да как? Ну, вот посмотрите, говорит, в интернете. Я говорю, да что вы меня все туда отправляете-то? Это где? Что за виртуальное пространство? Что такое-то? Да что вы все куда-то отсылаете? Главное, вы что-то там хотите от меня. Хотите, чтобы я ребенка куда-то отвела, что-то там с ним сделала. Завтра вы придумаете, чтобы я ему ногу отрезала. Я тоже должна буду это сделать? Я что-то не понимаю. Вы мне дайте документку на основании чего вот этого вы придумали-то? Я говорю, вот скажите мне, что мне не дают-то эти, как их там, ну вот сходили за справкой-то, ребенка посмотрели, ребенок в порядке, если есть какие-то эти, я у них говорю, давайте. Есть у ребенка симптомы какие-то? Дайте мне направление куда следует. Они мне не дают. Я говорю, я уже всех тут обошла мне, почему никто ничего не дает-то? Я говорю, наоборот, вот хочу от вас добиться-то вот какого-то закона послушности, почему такие все есть-то интересные. Ладно, в общем, она, хорошо, мы это самое, все проверим, проверим это самое, дайте нам номер телефона, мы вам перезвоним. Я говорю, ну, давайте, перезвоните. Ну и все, поехала в школу я, все-таки пошла в школу, пришла в школу, она меня там встречает уже, ей уже позвонили все. Кто-кто? Ну, из Роспотребнадзора, из поликлиники. Нет, кто встречает в школе? Директор. Директор меня уже встречает. И это я говорю, здрасте, здрасте. То она далеко от меня все время сидела, там у себя за столом, тут прям села со мной, стул придвинула, маску стянула, села со мной разговаривать. Вы что будете вот, а, вы хотите на меня в прокуратуру что ли написать? Я говорю, да с чего вы такое взяли-то? Ну что, я что, похожа на скандалишку что ли? Я вот разве с вами хоть раз скандалила? Я говорю, вы что? Я всегда с вами хожу, вот пытаюсь компромисс найти уже сколько? Вот два года мы с вами, да? Вот сидим, разговариваем по-доброму. Только вы что-то вот мне в этот раз какие-то вот препятствия чините. Вот я не понимаю, почему так происходит вывод. Я говорю, круг замкнулся. Я опять оказалась у вас в кабинете. Вот с чего началась эта... Так, опять я к вам вернулась, я ни с чем. Я говорю, походила я там кругом по болотам и вернулась к вам, прикатилась. Все правильно, не пройденные... Смотри, непройденные уроки повторяются. Это значит, что... Она тебя так развела, что навязала свою волю. Вот, вот. И все, значит. Вот тут-то мы с ней начали разговор. Ну и что? Ну, разговаривали мы с ней хорошо, добро, а нам не знать. Но мы всегда, в принципе, с ней так разговариваем. Я говорю, вот смотрите, вот сегодня ребенок мой должен прийти в школу. Вы что, его пустите? Нет? Она говорит, нет. Я говорю, хорошо. Вы его выгоните. Вы дадите ему какую-то бумажку, чтобы он со мной, ко мне с чем придется? Молчит. Я говорю, вот. Поэтому я пришла у вас ее попросить. Она говорит, вот видите, вот Роспотребнадзор, но тут персональные данные, я вам не могу дать. Я говорю, да мне не интересуют ваши персональные данные. Меня интересует сам факт, есть ли в этом предписании мой ребенок. Она говорит, нет. Я говорю, ну так вот видите. Вот, понимаете, нарушение. Предписание должно быть, предписание должно быть на каждого человека. Я говорю, вот вы тоже, вас, видимо, тоже вводят в заблуждение, или вы сами в него входите. Я не знаю, не буду вам давать оценок, там, сами распределяйте, как хотите. Меня не надо вводить в заблуждение. Должно быть определенное предписание на каждого человека. Они все в куче. Это первое. Второе, я говорю, еще раз говорю вам, всем, я не собираюсь, чтобы мой ребенок проходил какие-то эксперименты. Ой, ну что в этом такого, давайте, ла-ла-ла, мы вот тут 600 детей все прошли. Я говорю, для какой цели у 600 детей взяли генетический материал? Я говорю, вы не задавались таким вопросом? Ну вы что, вот это вот самая болезнь? Я говорю, я не знаю, в какую болезнь вы там верите. Вот. Я говорю, за своего ребенка забочусь, я ни в каких экспериментах ему не разрешаю участвовать. Вы мою позицию знаете. Уже два года как. Поэтому давайте как-то будем решать этот вопрос здесь и сейчас. Каким образом мой ребенок будет ходить в школу? Она. Ну а что вы предлагаете? Я говорю, нет. Вы мне что предлагаете? Если вы сейчас его не пускаете, потому что там у вас нет какого-то теста. Меня этот тест не интересует. Вам нужна справка? Справку мне не дали. Может вам дадут? Я не знаю. Но мы, говорю, сходили в больницу. Ребенка там видели. Зафиксировали, наверное, не знаю. Зафиксировали, не зафиксировали. Но, в общем, мы там были. Мне ничего на руки не дали. Я говорю, вы мне что предлагаете? Я говорю, давайте тогда мы уйдем на дистант. Она. Пожалуйста, нет, не уходите. Нет, я вас прошу. Нет такого обучения. Я говорю, как нет? Вчера было, сегодня нет? Я говорю, вы что мне тут опять? Вчера же было дистанционное. И она говорит, ну, есть заочная, там, очная, какая-то еще. Я говорю, подождите. Так вчера же мы учили. И вчера же вы говорили, что надо вот по дистанционному. Дети сидели две недели дома. Что они делают? Или еще что-то. И, значит, эти деньги перенаправили туда. То есть мой ребенок будет получать образование, будет учить кто-то другой, которому не нужны справки. Она. Ой, что вы? Я ничего перенаправлять не буду. Я говорю, ну, конечно, не вы. Кто у нас учредитель-то? Администрация. Вот они и будут, значит. Эта самая. Нет, пожалуйста. Нет, нет. Давайте оставим. Вы что? У вас же такой ребенок. Он же чуть ли не отличник. Пожалуйста, оставьте его в школу. А, она мне еще, значит, говорит. Пустите его в школу. Я говорю, я? Я говорю, вы сейчас ничего не путаете. Вы пустите его, ребенка, в школу. Она мне говорит, вы пустите ребенка в школу, как будто я его держу. А может, в этом, слушай, что-то есть или я не услышала опять? В этой сказе. Ты не слышала, как я в ЗАГС ходил, когда у меня отец помер? Нет. Запись я не слышала. Короче, в двух словах. Я пришел забирать свидетельство о смерти. Ага. Кое-как туда пробился. Уже за пять минут до закрытия. И она, короче, говорит, дайте паспорт свой и отца. Я иду. Она все распечатала свидетельство. Говорит, вот здесь распишитесь. Я зеленой ручкой расписываюсь. Говорит, нельзя зеленый. Я говорю, а где, какой нормативный правил акт назовите? Да. Она не может. Я говорю, вы знаете, я говорю, везде. И в судах, и в прокуратуре. Везде расписывался зеленый. Везде проканывает. Ну и пишут дальше. Ну и она такая, ну, соскочила. Потом что-то выдает и говорит, а паспорт, типа, отца останется у меня. Мы его, типа, в ФМС передаем. Я говорю, стоп. А вы что, говорю, когда мне убрали, не предупредили? Я вообще говорю, каким нормативным правилам акта вы регламентируетесь? Он говорит, вот там постановление какой-то, закон, короче, это. Я говорю, давайте мне его, прям сейчас. Я хочу почитать, ознакомиться. А она что-то там, то у него принтер не работает, то интернет глючит, короче. В итоге она что-то там, какие-то книжки искала. Короче, распечатывал, в итоге дает мне. А я соображаю, ну, соображаю, что сейчас, если я дальше начну скандалить и уже рабочий день закончился, то могут запросто там и психушку там, и ментов вызвать, типа, скандалить. Потому что все уже посетители ушли, и мы, по сути, там вдвоем-то в здании остались. И охранник только там на входе. И я думаю, блин, что делать, что делать? И думаю, дай попробую последний вариант. Мне до этого кто-то говорил, что обязательно нужно проявлять свою волю. И я думаю, дай это запульну, как последний вариант. Я уже все, как бы, у меня внутренний, я уже все, думаю, ну все, я сделал все, что мог, остался только один вариант. Дай попробую запульну, я вообще не рассчитывал на него. Ну, я там, она говорит, а зачем он вам? Ну, там тоже аргументы, доводы приводил. Говорит, да он мне дорог как память, что я хочу его оставить себе, а вдруг он где-то еще пригодится. И пофиг, 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 короче. И думаю, дай последний вариант использую. И, короче, говорю такую фразу. А я хочу, чтобы паспорт остался у меня. И после этого она забыла про все законы, забыла про все эти свои инструкции, формальности и т.д. и т.п. И говорит, ну тогда мне надо будет перепечатать этот новый бланк сделать. То есть она испортила бланк, уже поставила гербовую печать, а тут я ей говорю, а я хочу, чтобы паспорт остался у меня. Да, да. И она зарядила еще один бланк, еще раз поставила печать, но при этом сказала, что там, ну, тогда не будет указано гражданство, там и место рождения, я говорю, ну и хорошо. И она, короче, начала так бегать, как пчелка, короче. До этого она мне сужала, что у меня там последний, я уже, говорит, типа задержалась, вы тратите мое время. А тут она сама побежала к начальнику, сама что-то там оформила, сама перепечатала, еще раз куда-то сбегала. Короче, ждайте меня в коридоре, там, ну, такая вежливая стала. И в итоге говорит, ну, давайте сделаем так, что, типа, вы мне паспорт никогда не давали, и я его не видел. Я говорю, ну, давайте. И она мне прям в руки дает, я беру, и мне аж не верится, понимаешь? Субтитры сделал DimaTorzok